приветствую всех на своем канале рада вас снова видеть сегодня мы с вами сделаем расклад идею которого я посмотрела я даже не помню как назывался в оригинале расклад у на одном канале по моему зовут владислав человека не помню как называется канал вот мне в общем понравилась сама тема да сама суть расклада и я захотела сделать нечто аналогичное называется расклад ваша способность получать ответы вот задача расклада заключается в том чтобы посмотреть умеем ли мы получать ответы и откуда да то есть откуда мы черпаем эту информацию ну и возможно каким образом вот давайте нечто такое посмотрим я не думаю что расклад будет большой вот ну по крайней мере не планирует посмотрим как пойдет позиции вы видите перед собой все необходимые ссылки есть под этим роликом ссылка на мой второй youtube канал с короткими раскладами посылки мои услуги если вы перейдете то есть помимо того что есть в документе о моих услугах есть ссылка на телеграм-канал кому интересно приходите также в этом документе мои услуги там сама внизу есть темы спонсорских раскладов эти расклады у нас в записи и они продаются кому интересно можете приобрести либо все расклады либо один не знаю на свое усмотрение но эти расклады они такого философского порядка кому интересно углубиться вот в эту тематику что-то услышать того из того что вы возможно не ну не знали не слышали вот думаю вам эти расклады подойдут информация о них тоже есть том же документе если прокрутить его до самого конца вниз ну что во время было предостаточно мы с вами приступаем и так позиция номер один голубенький камешек если вот так видно 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 единички смотрим умеете ли вы получать ответы на вопросы меньше интересно башня только в самых каких-то критических моментах когда у вас есть необходимость куда-то двигаться что-то что-то узнать но при этом какой-то вот способ мы конечно дальше посмотрим да но здесь умение получать ответы вот они какие-то когда вот вас к стенке прижмешь да когда какие-то кризисные моменты либо что-то рушится тогда вы справляетесь информацию очень даже хорошо интересно каким образом вы получаете информацию через обучение вы очень быстро обучаетесь причем здесь обучение не в контексте там я не знаю приобрести какой-то курс пройти какой-нибудь там тренинг вебинар нет вы обучаетесь у жизни вы такой достаточно любознательный человек и очень внимательный наблюдательный я могу сказать что вот ваше обучение дальше конечно мы посмотрим откуда вы черпаете информацию но вот ваше обучение но идет непосредственно от самой жизни то есть вы можете сделать какие-то выводы из опять-таки по башне да есть какой-то сложные ситуации можете научиться и знаю там например с кем-то по конфликтовали да если кто-то ну просто уйдет из этой ситуации забудет то для вас это не просто так вы обязательно сделаете какие-то выводы и причем выводы не в контексте того как дальше ну как не нужно поступает либо что я должна была сделать но даже если например вы понимаете что там противник ваш был сильнее да в конфликте и вам не хватало каких-то аргументов чтобы чем-то его убедить либо мне не хватало какого-то навыка вы пойдете учиться этому то есть здесь не просто выводы вы делаете вы еще и учитесь либо там я не знаю просто допустим едете где-то в метро наблюдаете за за людьми можете сделать какие-то выводы к примеру там смотрите на человека и вам что-то не понравилось и вы глядя на него третьим взглядом до можете сделать вывод о том что вот такой например сочетание одежда она не подходит но еще должна научиться либо обращать внимание на то как там какой цвет с каким сочетается чтобы не выглядеть вот так как этот человек если вы здесь не идет осуждение здесь идет момент обучаемости в очень быстро обучаетесь и скорее всего языки если вы изучаете то на уровне больше такой знаете вот практичности да то есть вы не будете изучать язык чтобы там читать какую-то литературу на этом языке либо там дискутировать на философские темы нет все что связано вот такой с бытовой жизнью там где что купить как куда пройти там какие-то такие практичные моменты но вы очень внимательный человек вы обращаете внимание на детали это очень часто вам хочется сказать спасать жизнь не вот поэтому каким образом через обучение вы получаете необходимую вам информацию на шестерка мечей хочется сказать знаете как некий такой хамелеон который быстро адаптируется под под среду в котором находится здесь не только в контексте знания а здесь вот именно в контексте какой-то вот практичности идет я не знаю как это по-другому сказать так каким образом но если мы говорим здесь даже и про получение информации то есть каким образом вы получаете информацию шестерка мечей говорит то здесь как-то через переписку смотрите если вы например там не знаю психолог либо у вас есть вот какие-то услуги которые связаны непосредственно с аналитикой души человека вот и так далее вы как будто бы в переписке потому что здесь информация вы получаете через переписку в переписке вы не знаю может быть считываете какие-то модели поведения до либо убеждения человека и тем самым получаете информацию о человеке либо как-то я не знаю в каком-нибудь диалоге опять-таки через переписку вы что-то осознаете опять-таки ну то есть ведете может быть какой-нибудь дискуссию исходя из этого вы что-то понимаете либо о человеке либо ситуации либо вообще о жизни ну то есть вот то что мы говорим мысли вслух у вас мысли через переписку идут также вы получаете информацию именно в продвижении не знаю может быть в дороге тоже такой тоже может быть дороге что-то узнаете как напрямую так и косвенно то есть вы в процессе может быть то есть опять же таки получаем ответы мы не говорим только вот именно из тонкого плана там что-то философское вообще любые ответы то есть не знаю что-то задумали до своей жизни и вот в процессе вы начинаете получать ответы которые вам необходимы например что-то начали изучать и вы не знаете то есть начали что-то делать понимаете что вот вам не хватает вот этого навыка да то есть процессе начинаете задавать вопросы как я смогу этот навык например проработать вам приходит ответ потом следующий шаг то есть не заранее вся информация, да, вы получаете, а вот именно шаг за шагом. Вы не знаете, например, захотели взять ипотеку, вы не знаете, что это такое, с чем она связана. Идете, например, в банк, то есть начали действовать, да, вам сказали, вот такие документы надо собрать. Окей, вы получили ответ на вопросы. Начинаете их собирать, понимаете, что вот просто не получится, да, здесь возможно, там надо с кем-то договориться, там надо заявку какую-нибудь прислать, там еще что-то. И вы начинаете спрашивать у людей, кто уже так делал, да, например. И вот, ну то есть в процессе вы получаете ответы на свои вопросы. Либо когда вы вообще начинаете двигаться, двигаться по жизни, когда есть активность, когда есть движуха, к вам приходят какие-то ответы на вопросы, там, я не знаю, как сделать какой-то проект, либо как что-то реализовать. Ну вот здесь такие моменты идут. Откуда вы черпаете информацию, арку, видите, опять-таки дорога, да, откуда вы черпаете. Здесь такое ощущение оттуда, откуда вы уходите. Вот как-то так идет, да, что это может значить. То есть информацию черпаете из той точки, из той ситуации, из того момента, что вы оставляете позади, либо то, что вас мотивирует, то есть то, к чему вы идете. К примеру, если вы что-то там хотите понять, то вот эта вот точка понимание, оттуда вы будете черпать информацию. Например, вы хотите поступить в институт, в университет, получить там второе, пятое, десятое, двадцатое высшее образование. Откуда вы получите ответ на вопрос, как это сделать? Вот из того института, университета, в который вы хотите попасть. Там, я не знаю, хочу получить там, например, ответ через Таро на какой-то вопрос. А как я могу это сделать? Вот от Таролога, который вам созвучен, вот от него вы и получите ответ. То есть здесь как-то заковыристо, но это либо точка А, либо точка Б. Вот как-то оттуда вы получаете. Ну-ка, более подробно расскажите, откуда вы черпаете информацию. Ну вот, Иерофан, в принципе, я так и предполагала, что здесь, возможно, у вас есть налаженный канал. Скорее всего, это информационное поле. Почему я так считаю? Потому что Иерофант у нас отвечает за традиции, за наследие, вот, за то, чтобы сохранить информацию, историю в том числе. Так вот, таким источником у нас могут являться либо книги, либо информационное поле. да, то есть здесь может быть еще и какие-то, не знаю, может быть, библиотеки. То есть здесь может быть как помещение, если мы говорим о физическом, да, то есть это может быть даже интернет, кстати. То есть здесь какая-то огромная сеть. Опять же таки, если это библиотека, то это не районная какая-нибудь, а там, я не знаю, городская, да, поэтому я говорю, что-то напоминающее как сеть, что-то такое большое, либо информационное поле. То есть здесь информацию вы можете черпать как с тонкого плана. Также здесь может быть информация идти, опять же таки, все зависит от информации, ответы, да, ответы, вопрос у нас, откуда идут, ответы на вопрос, да, откуда вы черпаете ответы. Из семьи, из семьи вы тоже можете получать, то есть семье может быть кто-то один такой мудрый человек, уважаемый, знающий, авторитет для вас, вот через него вы тоже можете получать ответы. Да, либо что-то вот как-то связано с наследием, может быть, это ответы можете получать из какого-то дневника, но этот дневник не ваш, он может быть ваших предков, вот кого-то, то есть как-то так. Ну и в том числе от священных книг здесь тоже может быть такое. Почему не пошла вот это, знаете, вот Библия, Коран, вот такие священные писания, там, я не знаю, Бхагабадгита, то есть вот что-то такое. Есть ли еще откуда-откуда вы черпаете информацию? Королева Жезл. Вы знаете, здесь очень интересно, не информацию, а ответы, все время путаю, откуда вы черпаете ответы. Здесь такой интересный момент, что вы можете черпать, ну, помимо интуиции, да, что здесь хорошо развита интуиция, то есть здесь связь с высшими силами, да, там, наставники, учителя основного плана могут быть тоже. здесь может быть помимо интуиции, может быть еще и коммуникация, вот прям как-то так интересно. То есть то, что я говорила ранее, здесь вы можете, не знаю, общаясь с человеком, от самого человека получать какую-то информацию о нем. то есть это не обязательно напрямую спрашивать, ты интроверт либо экстраверт, то есть глядя на человека вы умеете считывать, у меня здесь королевы мечей не хватает, потому что вот такая проницательность, она присуща больше королеве мечей, но здесь у вас это есть, да, здесь как-то через коммуникацию разговариваете с человеком, начинаете считывать с него информацию, да, к вам приходит, как-то знаете, как яснознание что ли, даже очень часто, и это тоже дает вам ответы на вопросы, ну вот как-то так, это была первая позиция, интересно, интересные моменты, так, мы с вами переходим к позиции номер два, красненькому камешку, сори, двоечки, смотрим, умеете ли вы получать ответы на вопросы, но вы находитесь в начальном пути, я бы сказала, что у вас больше вопросов, чем ответов, умеете ли вы получать ответы, девятка жестов, вот такое ощущение, что вы только недавно научились, и вы еще находитесь в процессе, у вас, смотрите, у вас как будто бы знания есть, но вы только сейчас учитесь, как на практике применять эти знания, то есть знания есть, а опыта нету, и вы сейчас как будто бы собираете вот эту информацию, как я могу практиковать, например, вы знаете о том, что можно получать информацию, например, по знакам, вы в теории знаете, что вот этот знак означает вот это, вот это означает вот это, это в теории, а на практике вы еще как будто бы не пробовали, то есть здесь как-то так идет каким образом каким образом да вы получаете ответы на вопросы десятка кубков здесь у вас идет отклик внутри внутри вас именно эмоциональные когда вы чувствуете что ну во-первых вы должны все время находиться высоких вибрациях то есть радости и счастья успеха наслаждение удовольствие вот тогда вы умеете получать ответы то есть именно в этом состоянии когда вибрации низкие вы у вас не получается а с другой стороны здесь как будто бы должен идти какой-то отклик внутри вас то есть я не знаю слышите что-то и для того чтобы понять вот это ваш ответ либо не ваш ответ в внутри вас должен быть какой-то отклик именно радостный там я не знаю ура либо там это наконец-таки вот какие-то такие возгласы внутри вас ну более понятные вам вот они появляются и вы получите понимаете что вот вот это вот ответ да то есть здесь какая-то реакция должна пойти именно такая позитивная как отклик на на тот на ту или иную информацию так еще каким образом каким образом вы получаете ответ на вопрос чем не здесь идет когда вы очень долго ждете чего надо здесь ждать королева пендапли то здесь получается то что когда во что-то вы вкладываетесь вы здесь очень много как-то энергии тратите на то чтобы получить этот ответ то есть вы долгое время как-то во что-то вкладывать сильно может быть что-то долгое время изучаете а потом это вот как будто бы на перспективу вам дает как способ ответов на вопросы ну например допустим хотите научиться получать ответы на вопросы идете изучаете тару нумерологию к примеру создаете там матрицу судьбы но чтобы это сделать вам нужно какой-то период вкладываться в это то есть изучать анализировать понимаете вот все такое а потом у вас это как-то работает то есть такое ощущение что вот денежку за как ты почему-то к деньгам не идет вот денежку вы сможете здесь может быть вам важно монетизировать этот навык не знаю вы будете получать только после того когда долгое время будете вот как-то вкладывается либо подождать то есть вот как-то как-то ждать надо блин я не могу понять чем вам здесь надо ждать чтобы созрела то есть вы сразу ответ как будто вы не будете получать вы как знаете здесь ощущение того что сделали запрос селена и надо ждать пока это реализуется то есть пока вы ждете вы уже и забыли вот но это вот созревает и она да она дает свои плоды вот какая-то здесь медленная у вас система почему просто интересно стало а почему это 5 видите десятка пентаклей почему потому что здесь вы получаете как-то вот фундаментально что-то либо много информации на это надо время но много ответов на вопросы либо это вот все как-то взаимосвязано ваши ответы что одну какой-то вот фундаментально большое объемное глобальная вот как как это перевести не знаю вот я же такие энергии ощущаю потому что может быть ваши вопросы они такие какие-то легкие поверхностные какие-то типа ученого до какого-то такого спектра где надо провести какие-то исследовательские работы вот что-то проанализировать там сделать это корреляцию исследования статистики вот что-то такое у меня идет не знаю какого здесь способ но вот что-то медленное но при этом фундаментальные как-то здесь показано что идет знаете как кирпичик за кирпичиком но когда вы построите стену это вот будет защищать вас от ветра то есть вы не сразу получаете готовый дом который собирается а вот именно по кирпичику при кирпичика в конечном итоге вот это вам дает как как-то так каким-то таким способом что вы сложным каким-то способом идете но при этом он такой достаточно фундаментальный то есть на это можно надеяться и не надеяться положиться то есть он такой ну вот рабочий хочется сказать уже способ но он какой-то долгий он долгий а если более быстрый способ получать информацию конечно если рыцар мечей да есть что для этого нужно сделать аркан суда родиться заново до перерождение здесь все в сознании вашем надо как-то переродиться то есть как-то соединить здесь нужно ваше бессознательное и сознательное то есть их как-то подружить таким образом чтобы это начало работать плюс ко всему надо вот как будто бы на входить вот в позицию ребенка да то есть позицию наблюдателя и тогда будет видно картинкой бессознательного сознательного то есть правого левого полушария то здесь что то такое здесь надо новый какой-то подход новый подход придумать что это будет за подход двойка мечей уметь слушать свою интуицию вы здесь скорее всего слушайте интуицию но вот она как-то как-то плюс ко всему котуете там еще что-то идет и вот это вот что-то еще она замедляет и утяжеляет этот процесс здесь по двойке мечей ответа не внутри вас вам нужно найти этот способ а вот способ который вы имеете он как будто бы идет сейчас через какие-то инструменты вовне а быстрый способ он внутри вас вот вам нужно найти этот способ для этого нужно вот по аркану суда как-то вот переродиться сделать переоценку ценности как-то пересмотреть пересмотреть подход и найти более простой короткий внутри вас они вовне то есть вы здесь инструментами пользуетесь вам не нужны эти инструменты для того что мы хотят не но они правильно работают но это очень долго вы можете быстрее так откуда вы черпаете эту информацию из своего опыта видите то что я город смотрите опять педакли вышли это не говорит о том что это те карты которые остались может смотреть сколько поищу даже половин колоды нет вот то есть могли бы выйти другие карты нет здесь речь идет оттуда о том что вы черпаете информацию из своего какого-то опыта из своих каких-то знаний и своих каких-то наработок наблюдений но опять же таки это вот как-то идет больше от интеллекта здесь нету интуиции ну-ка посмотрим аж другой аркан покажет откуда черпаете информацию колесо фортуны где может быть 50-50 да то есть может быть как будто бы судьба вам подбрасывает что-то но случай на удачный какой-то случай стечение обстоятельств либо все равно какая-то вот причинно-следственная связь то есть вот как-то цикличность как-то через наблюдение я говорю свой опыт и через наблюдение как-то идет еще откуда черпаете информацию вот но при этом видите есть какая-то часть аркан луны который задействует наши психические способности то что в принципе требовалось только почему-то вы в большей степени как-то опираетесь на ну то есть вы включаете голову вот по сути быстрее был бы как-то через интуицию каким-то другим способом но для того чтобы этот способ получить вам нужно изменить образ жизни образ жизни образ мышления то есть а если идти например исключительно вот интуитивным до способом здесь либо используя видоизмененное какое-то сознание то для этого вам надо как будто бы жить в соответствии с этим то есть ваш образ жизни он должен соответствовать как-то этому а здесь получается так что вы еще включаете свой опыт и не знаю здесь здесь не совсем про голову но вот какой-то вот опыт ваш то что вот где-то что-то почитали что-то где-то узнали что-то где-то попробовали и вот из этого сложилась какая-то ваша такая индивидуальная система но она сложная ее можно упростить через то что вот вошел сразу видоизмененное сознание получил ответ но здесь чтобы войти в это видоизмененное состояние это не регресс до зашел и получил ответ нет здесь нужно изменить ваш образ жизни то есть надо научиться жить в других вибрациях других энергиях более высокий для того чтобы сразу зашел и получил ответ но здесь этому ответу надо соответствовать то есть если допустим ваши вибрации чистота вашей души она не такая явная да то здесь имеет последствия на всю вашу жизнь здесь нужно быть в чистой каких-то намерениях да то здесь не нужно конфликтовать не надо каких-то негативных эмоций переживания волнения то есть понимаете здесь надо себя перестроить полностью поэтому я консуда поэтому я сказал надо переродиться то здесь человек он должен быть кристально чистый в своей душе и жить в соответствии с этим то есть допустим жить соответствии с добродетелями как-то вот не реагировать быть в гармонии все время в балансе тогда вот это вот путь он сразу там подумал да как ясно знание подумал и сразу получил ответ и вам это дано здесь вам надо себя перестроить как-то так ну интересный очень интересный момент но интуиция у нас тоже работает на что луна вышла опять-таки либо все что связано с каким-то видоизмененным состоянием медитация регресс гипноз что-то такое вот но опять же таки но и то есть да у вас есть при посылке к этому но все равно вот ваш какой-то опыт он больше давлеет на так ладно позиция номер три зелененький камешек троечки умеете ли вы получать ответы на вопросы ну спорный момент пятерка жезлов до спорной есть какая-то внутренняя притирка внутренний конфликт до семерка мечей есть какой-то самобан с чем он связан здесь такое ощущение что как будто бы у вас есть эта способность и вы умеете мы посмотрим сейчас откуда и все и все такое но вы не доверяете здесь вопрос доверия идет вы не вы не доверяете вы сами сомневаетесь в своих способностях что вас здесь пугает здесь есть что то что вас пугает перспектива развития и вот развитие вот этого вот этих ваших способностей вы как будто вы сами себя обманываете говоря о том что но я в это не верю да не может быть до такого чтобы там я знал ответ либо я там находил его внутри себя ну то есть это все вы как будто бы здесь отрицаете отрицание здесь связано с тем что вы боитесь что если вы поверите вы потом свою вот эту вот способность свое умение вы потом должны будете с ним что-то сделать да то есть должно как-то развиваться то есть над ним надо дальше работать развивать его что вас пугает аркан умеренность интересно вас пугает то что вот эти вот умения не как будто бы у вас будет тормозить и не понимаю что у вас будет здесь тормозить а то есть смотрите королева мечей да то есть если эти навыки умения у вас появится то вам тогда не надо будет опираться на свой ум а ум здесь он как раз и протестует и говорит окей что мной тогда не будет пользоваться не я не согласен мне такое не нужно вы как будто вы боитесь что вы потом лишитесь ну сойдете с ума здесь вот что то такое причем ощущение того что ваш способ получения ответов на вопросы он как будто бы базируется на экстрасенсорных каких-то способностях на самом деле получать ответы можно отовсюду но здесь вот именно акцент идет на экстрасенсорные какие-то способности которые у вас есть но вы их боитесь принять потому что боитесь сойти с ума вот и все что вы как будто бы потеряете контроль ну так говорит нашу вот и вот в этом у вас здесь как раз кипятерка жестов да то с чего мы начали вот здесь есть вот это вот трение непринятия потому что страх да опять же таки страх это недостаточное количество информации и знания здесь идеально было бы изучить эту тематику и ответить на как раз таки на вопросы касательно вот этих ваших способностей чтобы заполнить пробелы чтобы раскрепоститься от страха который вас сковывает а сколько там потому что не знает вот незнание да вот это вот невежество вам краски необходимой информации получите информацию расслабитесь и все и сможете двигаться ну то есть усложняете сами себя путь хорошо каким образом вы можете получать ответы на вопросы здесь как будто бы не знаете как некий такой маятник да и нет да нет либо взвешивание как-то вот оценка вопросов так или так через какое-то вот взвешивание и оценивание через выбор но вот как там не идет до через да нет весы туда-сюда какая-то бинарность идет вот как-то так а еще каким образом вы можете получать информацию каким образом то есть помимо маятника любым способом от которого вы не закрываетесь вот то есть если вы будете открыты вы получите информация любым способом вы можете получать почему почему такое но то есть здесь как будто вы все способы а это как будто бы вам идет какой-то такой подарок подарок от жизни да какая-то вот ваша способность какой-то дар ваш умение получать любыми способами здесь нету ограничения способе шо откуда вы черпаете информацию семерку кубков ну скорее всего идет с тонкого плана с мира идей вот так скажу ну то есть это тонкий план еще откуда вы черпаете информацию тройка мечей ты знаете здесь когда вам больно здесь как будто бы появляются какие-то вот не показывают на эти как человек который курит и он вот в этом дыму он видит как будто бы ответы на вопросы то есть какая-то такая дымка и в ней есть как некие такие видения то есть вот это дымом принимает какие-то такие формы опять же таки да через некую такую иллюзию но в ней как будто бы видятся какие-то фигуры и через ассоциативный ряд вы получаете ответ на вопрос у нас был вопрос откуда откуда но здесь скорее всего это может быть даже из головы почему потому что здесь включается ассоциации для этого нам нужен наш мозг чтобы он смог вот оценить сопоставить но это не говорит о том что это ложное это просто здесь такой процесс идет хорошо еще откуда вы получаете информацию от природы от природы напрямую и здесь кстати здесь могут быть и духе природы духе леса духе ветра духе там есть на земле воды нет скорее всего здесь идет вот как-то воздух воздух ветер и земля то есть вот эти две стихии в огонь нет это не не совсем ваши духи ваши они какие-то более холодные ментальные интеллектуальные да то есть духе природы здесь как-то так гномы кстати тоже может быть эльфы и гномы вот если мы говорим о духах до элементальных этих стихий а так в принципе от природы от природы на опять же таки хоть мы говорим о холодных энергиях я не вижу здесь горы и не вижу море я вижу как-то вот больше с растительностью связано деревья травы цветы вот что такое я не вижу горы опять же таки если это город и только у подножья наверх нет это не ваша сила точно так же как и море не ваша сила море нет океан нет ручеек да какие-то источники но холодные не горячие то есть они горячие воды но вот как-то здесь а определенно идет такая выборка энергии природы с которым вы взаимодействуете птицы могут вам приносить тоже животные нет а вот птицы да интересно да и деревья вот именно деревья причем деревья не низкие такие вот прям такие мощные большие высокие и почему-то это деревья с листьями не не хвойные не с иголочками а вот именно с листьями хорошо что-то я погрузилась прямо глядя на семерку кубков и пошло 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 поехал да то есть включился тонкий план вот но если это и тонкий план то это вот астрал если мы говорим да то это такой ниши низкий астрал то есть это не не слишком высоко да если так вот визуально рассматривать что в принципе не совсем корректно но это вот прям какие-то низкие такие слои которые вот ближе ближе к вам но это не слишком там высоко нет это не тот уровень где там есть как это наставники духовные да или прям вот что-то такое прямо слишком высокой там где прям очень много света нет это вот как-то ну ближе к вам там где вот это вот грань да вот это вот пелена потому что что-то здесь еще лунное такое проходит как-то так троечки прощаясь с вами до 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 пятницы что у нас будет 5 а в пятницу мы с вами посмотрим прогностику до запах осени что нам принесет осень как краски будет 1 сентября день знания открытия там школ ну и насколько мне известно да в россии потому что у нас греции не открывается 1 сентября школы намного позже но в любом случае да мы посмотрим что принесет нам осень по крайней мере так пишет мой план который еще смотрю до того что мне нужно записать вот все прощаюсь с вами до следующего расклада всем пока пока